Пакистан обвинил США в срыве переговоров с талибами. Атака американского беспилотника, в результате которой погиб лидер боевиков Хакимуламих Суд, может свести на нет усилия властей по налаживанию диалога с группировкой, а также препятствует восстановлению мира в стране. Это заявление главы правительства Пакистана Наваза Шарифа, которое он сделал, посещая военные учения. Премьер-министр вновь подверг критике практику применения американцами беспилотных летательных аппаратов и заверил, гибель лидера боевиков не помешает властям вернуть мирный диалог с талибами в намеченное русло. Как заявляют в Исламабаде, 2 ноября делегация в составе трех министров правительства должна была отправиться на северо-запад Пакистана для проведения пробного диалога с членами движения Техрики Талибан. Однако из-за авианалета поездка была отменена. Продолжающиеся авиаудары американских беспилотников по территории Пакистана свидетельствуют о том, что стремление Исламабада к установлению прочного мира, уничтожению терроризма не встретили должного понимания. Пакистану приходится расплачиваться за терроризм большой ценой, но как суверенное государство он может решить проблему экстремизма собственными методами. Руководство Туниса и оппозиция отложили переговоры о формировании нового внепартийного правительства. Стороны не смогли прийти к единому мнению относительно кандидатуры премьер-министра. О политическом кризисе в Североафриканской республике мой коллега Владимир Унанянц. Национальный диалог, призванный разрешить затянувшийся политический кризис в Тунисе, зашел в тупик. Политическим противникам так и не удалось согласовать кандидатуру главы переходного правительства. Этот орган должен прийти на смену умеренным исламистам из партии Ан-Нагда, которые в принципе согласны уйти в отставку. Правда, с оговоркой глава нынешнего Кабмина Али Ларайет оставит свой пост лишь тогда, когда будет ратифицирована новая конституция и объявлена дата будущих выборов. «Нам нужно просто установить поезд выхода из кризиса на рельсы политического диалога, и тогда, через несколько месяцев, он достигнет станции прозрачных выборов, которые покажут пример первой демократии в арабском мире». Толчком к полугодовому политическому кризису в Тунисе стали убийства двух известных оппозиционеров. Нынешнее правительство, по мнению экспертов, разрешить его не способно. Распространение терроризма в стране, с одной стороны, вызвано объективными причинами – открытые границы, перевозка оружия из Мали на север Африки, идеи джихадизма. С другой – первые радикальные исламистские организации стали действовать в период, когда нынешний премьер был министром внутренних дел. И действовать они начали с его молчаливого согласия, утверждают аналитики. За последнее время в стране были убиты несколько полицейских, а в минувшую среду смертник подорвал себя прямо на пляже курортного города Сус. Напряженность ощущается и в столице. На минувшей неделе произошли столкновения студентов из враждующих лагерей, а также массовый митинг с требованием ухода Алила Раеда. На этом фоне некоторые наблюдатели рассматривают возможность египетского сценария в стране. Однако большинство аналитиков такой вариант называют малореалистичным. Тунисская армия насчитывает всего 35 тысяч бойцов и не политизирована. Теоретически военные могли бы захватить власть стране, но удержать ее гораздо сложнее. У них нет такого авторитета, как в Египте. Да и армейское командование просто побоялось бы пойти на переворот, так как это может опрокинуть ситуацию и открыть дорогу к прямому насилию. Сейчас умеренные исламисты сдерживают Аль-Каиду, но если военные отстранят их от власти, то развяжут руки радикалам. А те устроят такой террор, что за пару недель превратят Тунис в Ливан образца 1976 года, утверждают специалисты. По прогнозам экспертов, нестабильная обстановка в Тунисе продлится как минимум несколько месяцев. Скорее всего, у власти останутся умеренные исламисты, возможно, в коалиции со светскими партиями. Но нынешний премьер в любом случае в своем кресле не усидит. Что касается правительства радикалов, которое вело бы законы шариата и заставило женщин носить никабы, то в Тунисе такое невозможно, уверены аналитики. Слишком сильно в стране влияние Европы. Владимир Унанянц, RTVI Продолжаем выпуск. В грузинском городе Поти сожгли российский флаг. Накануне вечером на улицах порта появились бело-сине-красные триколоры вместе с флагами стран-участниц Международного детского музыкального фестиваля. Это вызвало недовольство части населения города. Поти во время войны августа 2008 года подвергся бомбардировке со стороны российской авиации. Сторонники уходящего президента Михаила Саакашвили, известного своей критикой в адрес Москвы, собрались на центральном проспекте и сожгли российские знамена. После инцидента городские власти приняли решение снять флаги и остальных стран-участниц фестиваля. Развивающийся российский флаг – позор для нашего города. Это флаг страны, которая в 2008 году бомбила Поти, жертвами чего стали невинные люди. Флаг страны, который оккупирует 20% территории Грузии. У всех, кто любит свою родину, уважает ее достоинство, родилось бы чувство протеста. В Санкт-Петербурге в День народного единства убит приезжий из Центральной Азии. Накануне в Невском районе города местные жители обнаружили тело мужчины, как выяснилось позже, гражданина Узбекистана. В некоторых СМИ сразу же появилась версия о том, что преступление связано с прошедшим 4 ноября русским маршем акции националистов. Вчера в Петербурге полицейские задержали около 60 человек, в том числе молодых людей, пытавшихся устроить погром на рынке, где работают приезжие. А в интернете появилось видео, на котором агрессивно настроенные подростки в питерском метро нападают на лиц неславянской внешности. В полиции, впрочем, заявляют, что данных о причастности националистов к убийству уроженцев Узбекистана пока нет. Стрельба в торговом центре города Парамус в штате Нью-Джерси в 35 километрах к юго-западу от Манхэттена. Инцилент произошел накануне вечером незадолго до закрытия мола. Мужчина в бронежилете и шлеме открыл стрельбу по посетителям. Здание торгового комплекса было отцеплено, все люди эвакуированы. В результате нападения никто не пострадал. Сам преступник покончил жизнь самоубийством. Ранее сообщалось, что полиция установила личность стрелка. Им оказался 20-летний Роберт Шуп. Известно, что он жил в городе Тинок и работал в ресторане. Мы обнаружили тело мистера Шупа в строящемся помещении за зданием торгового центра. Он покончил жизнь самоубийством. В этом инциденте больше никто не пострадал. Я не верю, что мистер Шуп планировал выйти отсюда живым. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Встретимся менее чем через два часа. Не переключайте.